Какой новый вид заработка в этом году с помощью AI, причем которого еще не существовало? Как нам с этим поможет OpenAI и ChargyPT? Технические настройки, которые еще почему-то никто не показал на YouTube, причем ни на нашем, ни на англоязычном, а также ниша, которая неочевидная, но она образуется прямо сейчас. На все эти вопросы ответим. Все по порядку. С вами, как всегда, Сергей. Поехали. Есть такая компания, как OpenAI, и они представили миру первую действительно крутую, классную модель искусственного интеллекта в виде чата, и назвали ее ChatGPT, если кто-то еще не слышал о нем. В конце 2023 года они представили миру обновленную версию чата GPT и дали возможность всем желающим, кто хочет, создавать своих собственных уникальных GPT-ассистентов. Тогда же они пообещали, что сделают нечто подобное магазина приложений, только магазин AI-ассистентов. Теперь любой желающий может создать своего собственного GPT-ассистента, натренировать на своей базе данных, запрограммировать его, действовать по определенному алгоритму. И все это достаточно просто. Вход сюда не требует никаких навыков программирования, по крайней мере, на начальной стадии. И дальше, если людям нравится, они находят это приложение, то есть AI-ассистента, полезным, прикольным, они им пользуются, то компания OpenAI делится с вами частью прибыли. Прикольно, прикольно. Кто вообще не в теме и не понял, что я только что сказал, поставьте видео на паузу. Вот здесь прикреплю видео специально для вас. Там прям по полочкам от самых базовых вещей я объяснил, как это все будет работать, дал идеи, как можно будет на этом всем деле зарабатывать. А мы продолжаем дальше. Все поставили видео на паузу. Так вот, после презентации этой возможности люди за два месяца буквально наклепали 3 миллиона этих ассистентов. И я в том числе какую-то крупицу туда свою вкинул. Что сейчас важно знать, что магазин уже сейчас запущен, и в него можно опубликовать своих ассистентов, чтобы ими пользовались не только люди, с которыми вы поделились ссылкой, а и, в общем, их могли найти в магазине приложений GPT ассистентов этих. У меня было много вопросов в Телеграме, на почте, в комментариях под видео про GPT и GPT Turbo. Как опубликовать? Потому что там есть определенные вещи, которые почему-то вообще никто не описывает. Ни у нас, ни в зарубежном ютубе. Просто все говорят, вот есть такая возможность, пожалуйста, пользуйтесь. Но там есть одна штука, которая для неподготовленных людей выглядит сложновато. Но на самом деле ничего сложного нет, мы сейчас во всем разберемся. И как обычно, все необходимые ссылки из этого видео я собрал в одном месте. Они лежат в Телеграм-канале. На него ссылка в описании к этому видео. Заходите туда, у нас там классная ламповая тусовка. У нас происходят всякие интересные штуки. Заходите, сами посмотрите. Классный чат добрый, никто никого не обижает. Ставят там лайки, сердечки, подбадривают и помогают друг другу. Залетайте, и там же будут материалы, которые нужны для этого видео. Телеграмщики, вам привет. И исследовательская группа, вам тоже привет. Теперь давайте посмотрим на интерфейс, куда нажимать, шаг за шагом разберем, чтобы было все понятно. Как обычно, мы просто открываем наш интерфейс чата GPT. Здесь вот есть слева в меню кнопка Explore GPTs. Мы нажимаем на нее и попадаем в интерфейс магазина. Здесь разбиты по категориям. Также вот в поиске отображаются мои какие-то, которые я создавал. Здесь есть трендовые, то, что рекомендует уже непосредственно сам магазин. Мы можем прогрузить, посмотреть, какие здесь есть. На самом деле сейчас не очень много, как вы видите. Они вывели ассистентов на главную страницу. Об этом мы поговорим чуть позже. Давайте посмотрим, вот допустим, Tattoo GPT. И вбиваю ему, значит, общаясь со мной на русском, потому что непонятно, кто его создавал. Конечно, я готов создать для меня дизайн татуировки. Он здесь меня брифует. Я ему отвечаю, сделай мне добермана, в традике, черный, голень. И вот такую татуху он мне предлагает. То есть кто-то сделал вот такого помощника, который может помогать вам в создании эскизов татуировок. Например, если вы не знаете, чего хотите. И такого здесь, ну типа пруд-пруди. Давайте снова выберем вкладочку магазина. Вверху нажимаем кнопочку Create зеленую. Здесь мы сразу попадаем в интерфейс создания. У нас здесь два режима. Простой, грубо говоря, и сложный режим. В простом режиме, то есть в левой вкладочке Create, вам достаточно просто начать общение с ботом. И он будет задавать вам вопросы. В дальнейшем создать для вас какой-то бот. Есть еще продвинутый режим. Чтобы сейчас не затягивать сильно видео, есть вот это видео. Еще также отдельное видео. Посмотрите, здесь я вместе с вами онлайн создавал помощника по созданию превью для YouTube видео, которым я, кстати, пользуюсь сам. Обязательно посмотрите вот это видео, а потом возвращайтесь к этому, если вы еще не понимаете, о чем идет речь. Потому что сейчас мы будем разбирать финальную часть, то есть как загрузить уже готовый ассистент в магазин, чтобы он там был. Там же я давал вам все шаблоны, все необходимые штуки, чтобы создать более качественного этого ассистента. Потому что сейчас мы переходим к тому шагу, чтобы уже готового ассистента загрузить в магазин, чтобы его могли находить другие люди. И здесь как раз возникает у многих вопрос, что делать. Итак, чтобы нам загрузить наш ассистент в магазин и им могли пользоваться другие люди, нам нужно сделать некоторые вещи. Первое, это купить домен 5 минут. И второе, это подтвердить право собственности на домен от 1 минуты до 24 часов, в зависимости от того, как быстро обработается ваш запрос. Если вы все это делали и знаете, все равно посмотрите видео дальше, потому что там есть некоторые ошибки, которые вы можете встретить. Я сейчас еще скажу для тех, кто еще не делал, что такое домен. Домен это, грубо говоря, google.com, facebook.com, youtube.com, то есть имя сайта, доменное имя сайта. Это домен. И вот нам нужно купить нечто подобное. Цены везде разные, вы можете погуглить, можете воспользоваться любым абсолютно сервисом для регистрации доменных имен. Я вам буду показывать на примере того, на каком я сам недавно покупал домен для своего же 5 ассистента. Это никакая не реклама, поэтому можете использовать любые другие сервисы, без разницы. Смысл все равно останется примерно такой же. Естественно, это не бесплатная процедура, но домены стоят там сущие копейки. Некоторые можно купить и за доллар, некоторые можно даже бесплатно найти, но на это нужно потратить время. Я покажу, как я купил себе доменное имя на один год за 5 долларов, по-моему. Нам нужно нажать на стрелочку слева вверху, далее пройти вниз настройки и бета, выбрать нижний пункт слева. И здесь у вас будет примерно такая картина. Нажимаем вот сюда, выбрать домен. И здесь у вас будет пусто, ровно так же, как и у меня, потому что я удалил сейчас свой домен. И здесь, видите, плюсик, верифицировать новый домен. Нажимаем сюда и вписываю то доменное имя, которое у меня уже куплено, я его знаю. Оно называется Sergio.club. Нажимаю Submit. Здесь у нас всплывает такое окошко, нам нужно взять, скопировать этот код и вставить в место, в которое я покажу. Потом дальше вернуться сюда и нажать чек, и вы подтвердите свой домен. Ничего страшного. Чтобы купить домен, лично я использую сервис GoDaddy. Как это выглядит? Ссылка также на него будет, не реферальная, не надо мне ничего писать в комментариях. В общем, здесь нам нужно выбрать слева вверху домены. Дальше выбрать левый верхний пункт, поиск по доменным именам свободным. Здесь я вписываю желаемое. Для примера я впишу просто Sergio.ai и нажму поиск. И здесь он мне предлагает, вот есть такие домены, этакие, всякие в общем есть. И вот есть дешевые, 4 евро 72 цента за первый год. Нажимаю на корзинку, далее нажимаю на кнопку внизу, отключаю вот эти все дополнительные штуки, они не играют сейчас никакой роли. И дальше вверху нажимаю на кнопку продолжить оформление заказа. Здесь они мне сразу вставляют, что домен я хочу купить якобы на 5 лет, но я хочу купить на год. И выбираю год, сразу видим цену 4 евро 72 цента, можете оплатить PayPal. Можете также нажать на черную кнопку я готов платить и воспользоваться другими способами оплаты. Ничего сложного, вы просто покупаете, далее вам приходит на почту вот такое письмо. Переходим по ссылке в письме. Вам в этом GoDaddy нужно будет зарегистрироваться, просто ввести там свои данные, причем вводите свои нормальные данные оригинальные, чтобы вы вдруг чего могли доказать, что это ваш домен. После перехода по ссылке в письме у нас открывается вот этот интерфейс. Как вы видите, у меня куплен, как я говорил, Sergio.club. То есть, ну не тот, который я вам демонстрировал, я только что искал, а тот, который я по-настоящему купил. Ну просто зачем мне два покупать, они мне не нужны. Вот, и здесь нам нужно нажать на верху, на значок меню и выбрать домены. Здесь мы идем на вкладку DNS. И на этой вкладке нам нужно нажать на кнопку создать новую запись, вот эту черненькую. Здесь мы выбираем TXT, просто оставляем собачку. Идем обратно в интерфейс ChatGPT, копируем этот код, который он нам предлагал для проверки. Вставляем его вот в это окошко, нажимаем сохранить. У нас идет обновление данных, вверху справа нам написали, что все окей, мы все сделали. Как видите, у меня здесь была предыдущая запись, я специально удалял, чтобы вам показать на видео. Что мы дальше делаем? Возвращаемся в ChatGPT, нажимаем на зелененькую кнопку check, то есть проверка. ChatGPT нам говорит, что обновление информации может занять 30 минут. Говорю окей. Здесь у нас всплывает уведомление о том, что ваш домен не может быть верифицирован. Убедитесь, что вы корректно указали текстовую запись. Это может происходить от 1 минуты до 24 часов. Здесь написано, что может занять типа 30 минут. Ну окей. Как только я это сказал, у меня сразу подтвердили, просто изменяется вот это окошко и написано, что ваш домен Sergio.Club был успешно верифицирован. Нажимаем на зелененькую кнопку, да, готово. Дальше мы ставим галочку вот здесь, веб-сайт, включаем. Все, готово. Закрываем. По сути, теперь мы должны иметь возможность загрузить наш GPT-ассистент в магазин, чтобы им могли пользоваться другие люди. Но какие ошибки здесь могут быть? Я выбираю для всех. Выбираю категорию, допустим, вот эту. Нажимаю на зеленую кнопку подтвердить. И у меня выдает такое окно. Имя вашего GPT-ассистента почему-то не нравится. Такое сообщение часто у людей сейчас встречается, и они ищут ответ, но ответ найти не могут. Есть несколько предположений. Первое предположение, это вернуться обратно в настройки подтверждения нашего профиля, отключить галочку веб-сайт и включить ее. В общем, делаю, спойлер, ничего не работает. Следующая гипотеза уже моя. Я подумал о том, что мой GPT-ассистент назван на русском языке, и поэтому он, короче, не одупляется. В общем, сразу скажу, я поменял, ничего не изменилось, та же ошибка. И в итоге, какой ответ я нашел? Вот вы видите у меня на английском, на YT, превью, маэстро. Не понимаю, почему ему не нравится, не хочет публиковать, и все тут. Но, как только я убрал YT, сразу у меня все опубликовалось, как вы видите. Этого нигде не написано, нигде не указано, просто методом тыка я это обнаружил. OpenAI не публикует ваши AI-ассистенты, если в имени указано какие-либо сокращения каких-либо других компаний. Это может быть Amazon, это может быть Instagram, Facebook, YouTube. И причем, вы видели, у меня там было YT, то есть сокращение от YouTube, все равно он чекает. Как только я убираю YouTube или YT, все у меня публикуется. Справа вверху мы видим ссылку, по которой мы можем найти мой GPT. Меня интересует посмотреть в магазине. Идем в магазин, и в поиске я вбиваю. Превью маэстро, супер, работает. Я могу войти в свой GPT-ассистент, написать, все работает, супер. То есть он доступен всем по поиску. Вот так в целом легко лечится эта ошибка. То есть учитывайте эти моменты, о которых я говорил, и все должно работать. Вы можете сказать, ты же обещал подкинуть идею, как зарабатывать. Так вот, в чем заключается идея. Идея в том, что GPT не понимает, что мой бот о YouTube. И если написать в поиск магазина YouTube, он его не находит. Я сейчас палю, наверное, очень классную фишку в самом начале для многих. Ну, мне не жалко. Короче, у нас есть имя нашего ассистента, и у нас есть описание нашего ассистента. В имени запрещено описывать YouTube, то в описании, пожалуйста, можно. И если я наберу YouTube в поиске теперь, то находится мой GPT-ассистент. Супер, супер. Так в чем идея? Идея в следующем. Если у нас есть топ, если у нас есть какой-то рейтинг, который предлагает нам магазин GPT, соответственно, есть люди, которые хотят попасть в этот топ. Кто еще не понял, это сравнимо с выводом сайта в топ, приложений в топ и так далее и тому подобное. В общем, рабочая схема заключается в том, чтобы писать ключевики в описании. Если вы будете уделять время изучению этой штуки, то вы обнаружите 100% еще какие-то дополнительные вещи, которые могут продвигать GPT ваших клиентов в топ. Можно заработать? Можно. То есть сейчас родится полноценная профессия, либо микропрофессия. Вот посмотрите, это люди будут выводить вот эти GPT-ассистенты кастомные, других людей в топ в этом магазине. Потому что чем больше у тебя пользователей, соответственно, тем больше тебе денег заплатят OpenAI. На данный момент магазины еще не монетизируются, но они обещают сделать это в первом квартале этого года. Возможно, вы смотрите уже видео, когда уже монетизируются. Поэтому у вас еще есть время потренироваться, научиться вникнуть, сделать что-то крутое, полезное, показать друзьям, если им понравится. Возможно, другим тоже понравится. Самый простой вариант, конечно, это пойти в GPT-стор, посмотреть, что людям интересно, что уже в топе. Чем пользуются люди. И сделать то же самое, только лучше, круче, быстрее, выше, сильнее. На этом все. С вами был Сергей. До связи.